Не прошло недели, как два десятка водителей скорых в Барнауле рассказывали о низкой зарплате, как власти задумались ее повысить, чем обосновывают такое решение. Школьная физкультура под музыку в Кытмановском районе. Необычные, современные и креативные педагоги края борются за звание учитель года. Строительство многоуровневой развязки в Барнауле на Зминогорском тракте начнется в ближайшей неделе, в конце марта или начале апреля. Об этом на пресс-конференции рассказал министр транспорта края Антон Воронов. На сегодняшний день московский подрядчик готовит документы и ищет рабочих. В целом, на строительство объекта планируют затратить почти 3 миллиарда рублей. Учитывая, что в данный момент у нас ведутся работы на путепроводах на проспекте Ленинский, то можем сказать, что в 2023 году значительных транспортных изменений и ограничений на развязке Южной не будет. Особый контроль, особое поручение. Ждем сейчас проработанную до мелочей схему организации дорожного движения на момент строительства. Но учитывая, что расположение этой развязки будет чуть шире и чуть дальше, чем существующее кольцо транспортное, мы думаем, что остановки движения там не будет. В правительстве края решили, что пришло время вмешаться в зарплаты водителей скорой помощи. Об этом сообщил Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Глава региона сообщил, что сейчас власти просчитывают возможность увеличения оплаты труда шоферам. Губернатор поручил Краевому Минздраву изучить ситуацию с водителями и при необходимости встретиться с каждым из них. На прошлой неделе мы выпустили сюжет о недовольных водителях скорой помощи. После отмены ковидных выплат они вновь вернулись к своим зарплатам, которые составляют порядка 20 тысяч рублей. А ведь за эти деньги водители тягают на себе пациентов, защищают фельдшеров от нападений и часто ремонтируют машины на ходу. Жители Барнаула в последнюю неделю жалуются, что вкус и цвет воды из-под крана сильно изменился. В Барнаульском водоканале изменения подтверждают, но говорят, такая ситуация с водой в марте повторяется из года в год и это нормально. Так чем причина мутной воды, когда она снова станет прозрачной и можно ли сейчас пить воду из-под крана, узнавали мои коллеги. Уже больше недели, как вода в Аби стала не такой чистой, как зимой, утверждают специалисты. В этом году она помутнела еще 6-7 марта, почти на две недели раньше традиционных сроков. В водоканале к этому были готовы, ведь изменения воды происходят каждый год в паводковый период. Мы изменяем количество реагентов, мы контролируем качество воды на выходе в 5-10 раз чаще, чем это в стандартных условиях. То есть лаборатория работает в круглосуточном режиме. В лаборатории подтверждают, мутность воды увеличилась значительно. И сейчас для ее очистки, кроме стандартных ступеней, отстаивания, фильтрации и добавления флакулянта, применяются еще и специальные реагенты. Но изменилась не только мутность, но и цвет воды. Она приобрела желтоватый оттенок. Кстати, по шкале цветности вода безопасна в пределах от 0 до 20 градусов. Вот 20, видите, она какая желтая, но это верхний норматив по санпину. Такая может быть вода? Да, вот эта вода, может быть, у нас такой никогда не было, но это тоже норма. Зимой из-под крана барнаульцев бежит вода в 3 градуса цветности. Сейчас она в пределах 6-7. При этом даже немного желтоватый, абсолютно безопасный, утверждают сотрудники лаборатории. Здесь воду очищают и от огромного числа вредных микроорганизмов. Ярко-розовая и блестящая поверхность на фильтрах, как раз они. Весной их становится больше. Чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора. Поэтому и запах воды из-под крана тоже меняется. При взаимодействии с хлором питьевая вода отдает речкой и даже землей. Независимо от того, как паводок у нас проходит, вода у нас никогда не превышает нормативы Санпина. Просто вода стала другой. И потребитель, который 11 месяцев в году привык к одной воде, и вдруг из крана получается чуть-чуть окрашенная, чуть-чуть не так пахнет. И чуть-чуть еще, если мутно ему кажется, конечно, он недоволен. Но вот такая ситуация продлится 3 недели. Кстати, одна неделя уже прошла. Еще через пару тот самый паводковый период закончится. И вода придет в норму, обещают эксперты. Но даже сейчас она абсолютно безопасна. Как с точки зрения химического состава, так и микробиологического. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Весенние обострения сейчас испытывают не только люди. Крысы переходят в вертикальную плоскость и лезут по стенам барнаульских многоэтажек. Более того, крысы способны проникнуть в дом, уничтожить еду и даже выпить ваше пиво. Что происходит с грызунами и реагирует ли на это кто-то, передаю слово Юлии Щепиной. Пятый этаж. Представляете, пятый этаж. Крыса ползет по стене. Непростой период у крыс. От весеннего обострения они лезут по стенам, ищут тепло, уют и питание. И шокируют людей своим видом и способностями. На Георгия Исакова недавно крыса вылезла из унитаза. А спайдер-крысы покоряли дом на Попова-96. Когда я зашла на кухню, смотрю, птички вьются. Я думаю, что такое там, кипишь птичками. Открываю шторку, а у меня напротив, получается, у меня кухонное окно вот сюда выходит, а вот на этой стороне просто крыса ползет на пятом этаже. А у соседей окошки все открыты, сеток нет. То есть она пыталась уже в квартиру в чью-то просто прыгнуть. Ну, я на самом деле в шоке была. Это еще хорошо, что у крыс нет рук и ног. Но вот что есть, так это мозг и природная хитрость. Быстро ввысь, паутина! Шазам! Давай, 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 паутина, давай! Вместо паутины у крыс другая суперспособность – зубы. Они растут всю жизнь и могут прогрызать железо и бетон. Они могут проплыть 29 километров, могут плыть до трех суток. За раз? За раз, да. По источным трубам они очень хорошо ползают, проходят свои пути, а потом подныривают в унитаз. Это уже как бы доказано, что они задерживают дыхание, всплывают там, где им. Еще интересный факт, что они могут из бутылки хвостиком пить пиво. Они очень любят пиво. Напьются, а потом лезут на стены. И да, даже 25-й этаж для них не предел. Главное, чтобы было за что зацепиться. То есть теоретически им по плечу любой дом, что кирпичный, что панельный. Кстати, размножаются крысы по 8-15 штук за раз. И на вынос потомства им нужно всего 25 дней. Вот это соседи. Вот эти вот все дыры, которые есть около отмозки, они до такой степени уже этими крысами отполированы, что они постоянно туда-сюда бегают. Они и по улице бегают. Управляющая компания закрывает отверстия кусками пенопласта, негодует Михаил. Некоторые жильцы бетонируют дыры сами. Я с маленьким ребенком с годовалым выхожу, и вот здесь за дверью была дырка. И они из этой дырки кидались на ноги, просто шипели. На самом деле подъезд в ужасном состоянии. Если в тех подъездах хотя бы ремонт сделали, наши два подъезда, у них не хватило денег. Вон она, бежит. Вон она. Жильцы регулярно обращаются в УК. Крыс травят, а результата нет. Вот вынесла вам специально посмотреть, сколько я уже написала писем, и сколько мне ответов пришло. Ну, ВОЗ и ныне там. Один ответ всегда нет денег. А там они грозными висят на мусорном баке. С руководством сначала согласовывайте, никто с вами общаться не будет. Пусть руководитель дает указания кому-то. И назад в приемной звоните. Так что никто с вами разговаривать не будет без команды руководителя. С руководством УК нам связаться не удалось. Но проблема жильцов была, есть и будет актуальна. До масштабной протравки. А тем, у кого крысы пока не машут с подоконника, эксперты советуют соблюдать чистоту и закрывать окна и двери. Алтайскому вагоностроительному заводу требуется порядка сотни рабочих. Частично вопрос дефицита кадров решают осужденные к исправительным работам. На сегодняшний день на одном из крупнейших в России заводов по производству подвижного состава трудится больше 20 осужденных из Новоалтайского исправительного центра. Почему сегодня особенно сложно завлечь на производство квалифицированные кадры, узнавала Валентина Аскерова. Цепляет металлоконструкции, перемещает. Некоторое время осужденный к принудительным работам Александр Высоцкий проработал на вагоностроительном заводе разнорабочим. Зарекомендовал себя с положительной стороны. Здесь же прошел обучение и стал стропольщиком. Уже несколько недель Александр трудится за приличную заработную плату в 38 тысяч рублей. Александра осудили за кражу. Дали почти три года колонии, но позже за отличное поведение назначили принудительные работы. Уже в мае этого года Александр получит вольную, повысит квалификацию, останется при заводе. Предприятие дает такую возможность. Кадры здесь на вес золота. Сегодня в Алтайвагоне работают больше 20 осужденных к принудительным работам. По словам руководства завода, сотрудничать с осужденными выгодно. Они более мотивированы и дисциплинированы. Еще бы им есть чем рисковать. Здесь они могут свободно перемещаться, ходить в магазин, театр. Но если нарушат правила, могут вернуться в места лишения свободы. Здесь есть несколько нарушений, которые признаются вздостными. Это отказ от работы, употребление алкогольных напитков и наркотиков. Сегодня вагоностроительное предприятие готово трудоустроить еще около 100 человек. В ближайшее время получить работу на предприятии могут и другие осужденные. Завод также нуждается и в обычных жителях края. А специалистам с высшим образованием готовы предложить еще более выгодную зарплату. Валентина Аскерова, Иван Сухасыр. День с толком. В Барнауле тротуар недалеко от торгового центра на Докучаево превратился в парковку. Нерадивые водители, по словам местных жителей, оккупировали пешеходную зону. Людям приходится лавировать между машинами, чтобы не попасть под колеса авто. Валентина Аскерова побывала на месте преступления и выяснила, какое наказание грозит за неправильную парковку. На прошлой неделе эта фотография облетела социальные сети. Барнаульские пешеходы пожаловались на тротуарных парковщиков. Так в районе Докучаева пешеходы не могли безопасно пройти к своим домам. Наглецы устроили парковку на тротуаре Юрина 299А. Люди вынуждены ходить между авто и бояться отъезжающих водителей. Когда уже в городе будет порядок с этими парковками? Все заставили и уничтожили. Все газоны и клумбы. Где контроль? После огласки в социальных сетях машины с тротуара испарились. Однако следы преступления, следы от шин сохранились. Автоинспекторы также выезжали на место. От нарушителей остались только отпечатки. Машин много, парковок в городе катастрофически не хватает. Водители нарушают правила парковки и бросают своих ласточек прямо на тротуаре. А ведь за это грозит серьезное наказание. За нарушение правил парковки на тротуаре по статье 12.19.3 налагается административный штраф 1000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку. Чтобы пешеходам было комфортно и безопасно ходить, а водителям было где парковаться, застройщикам нужно обустроить подземные парковки. А предпринимателям вкладываться в гаражные кооперативы, поясняют архитекторы и добавляют. Это лишь часть мер, необходим комплексный подход. Можно, наверное, предусмотреть какой-то комплекс мер, когда, скажем, в загруженном центре города предусмотреть какие-то здания общественные с большими парковками. Вот, допустим, построили галактику, большая парковка, которая пользуется огромным спросом и не только у посетителей галактики, а у, скажем, работников прилежащих районов. Но появятся ли новые парковочные зоны, пока неизвестно. А дефицит стоянок сегодня стоит ребром. Поэтому выход из ситуации на грани фантастики. Ставить машину на прикол. Тогда ни штрафов за неправильную парковку, ни недовольных пешеходов. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Учителя физкультуры, которые используют на уроках знания физики. Это не мечты о будущем. Это реальность точного этапа конкурса «Учитель года Алтая». Официально его открыли накануне, а сегодня педагоги физкультуры, информатики, музыки и не только вели свои необычные уроки. Сложно ли выбрать из конкурсантов лучших и сколько человек продолжит борьбу в финале в нашем сюжете. Они год готовились, чтобы показать себя во всей красе. Прошлогодние победители муниципальных конкурсов сегодня борются за победу на Краевом. Сергей Пароль только закончил урок информатики. Говорит, чтобы стать участником конкурса, пришлось выйти из зоны комфорта. Каждый из нас проходит определенные этапы. Сначала мы отрицаем, что мы в нем участвуем, потом это принимаем, а потом начинаем работать в этом направлении дальше. И организовывать те творческие способности, которые в нас заложены. У членов жюри тоже сложная задача – выбрать лучших из лучших. Виталий Улич в составе оценивающих педагогов впервые. Кто точно поразил, так это учитель физкультуры, который сумел своим предметом, а согласитесь, многие в школе на физру шли без энтузиазма, заинтересовать и старших школьников. Он понимал, что класс физико-матического, по-моему, уклона, там были такие, знаете, заходы на мотивацию. Много примеров из физики. Начался он с того, что мы, например, смотрели, как мяч западает и снова к графикам вернулись. И ребята так сразу погрузились в свою среду, а потом пламенько привел на, так скажем, свои задачи. Я по первому образованию учитель хореографии, то есть учитель танца. И поэтому в свои уроки я часто применяю, на своих уроках часто применяю музыкальное сопровождение. И здесь даже на уроке футбола попробую разминку провести с музыкальным сопровождением и с некоторыми элементами хореографии. Урок футбола? Да. Необычно. Ольга Едыкина – второй учитель физкультуры на краевом конкурсе. Сюда приехала, что называется, с корабля на бал. Ее семья только вернулась со всероссийских зимних сельских игр. Там стали вторыми. На победу в учителе года себя не настраивала, но хочет, чтобы урок прошел ровненько и чисто. Конечно, и победить будет приятно, но все 23 соперника сильны. Жюри после двух конкурсных испытаний сегодняшнего урока и завтрашнего воспитательного события сначала выберет 9 финалистов, а потом оставит лишь троих лауреатов. Среди них и выберут учителя года. Его имя назовут уже в ближайшую пятницу. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – автошкола «Авангард». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok